Почему очень важно прорабатывать психику всех этих людей, которые являются топами в компании, ну и в первую очередь владельцев компании? Потому что бизнес это как, это неживая структура, но которая требует огромное количество объема энергии. Эти системы их начинают как бы поднимать, то есть они дают им ресурс. Что может быть такое, например, что сам владелец компании с очень широким мировоззрением, там все у него замечательно, но у него есть два бизнес-партнера, которые с очень ограниченным мышлением. Конечно, круто, если бизнес понимает, что чтобы ему расти, ему нужно привлечь хармические законы. Чем выше доход, тем быстрее скорость, а чем быстрее скорость, тем опаснее ошибка. Сегодня мы поговорим с вами о том, как увеличивать потенциал собственного бизнеса. Но как многие сейчас говорят о масштабировании бизнеса, хотят развития, но ищут не там, где нужно. Поэтому сегодня мы разберемся с вами о том, как установить связь с более мощными структурами для того, чтобы ваш бизнес рос и развивался. Меня зовут Роберт Аксузян, я бизнес-эзотерик и психолог. Для начала важно понимать, что наш бизнес является неким эгрегором. Что такое эгрегор? Эгрегор – это структура, объединяющая людей с одной мыслью, целью либо задачей. То есть это такие энергоинформационные структуры, которые напитывают наш бизнес определенной энергией. То есть это такой своего рода сгусток информации, который начитывает всех членов вашей команды, всех ваших клиентов и так далее. То есть вся ваша структура, она идет в этом эгрегоре. Чем более мощная структура вашего эгрегора, то есть структура вашего бизнеса, тем выше вы развиваетесь в своем потенциале. Здесь очень важно понимать, что это некие системы, если мы говорим словами психологии. Это системы, которые растут и развиваются. И можно рассматривать это с другой точки зрения, что есть ваша система, то есть бизнеса, есть надсистема. То есть над каждым бизнесом есть надсистемы. Например, если вы занимаетесь ювелирной отраслью, у вас ювелирная компания, то вы как ювелирная компания принадлежите к более сложной структуре. То есть надсистема ваша, это будет, например, покупатели или город, в котором вы живете, в котором вы, собственно, продаетесь. И поэтому надсистема будет городом. Над городом будет еще следующая надсистема и так далее. В итоге мы выходим на целый мир. На самом деле самая интересная система, это политическая система, если так рассматривать. На ее примере мы просто посмотрим, как работают другие системы. Если мы берем политическую систему, то какая-нибудь партия, она выступает и говорит, смотрите, мы поднимем пенсию, мы сделаем садики, мы организуем бесплатный отдых. То есть они берут разные системы, которым обещают что-либо. То есть пенсионеры, это своя система. Потом мамочки с детьми, это другая система. Люди, которые работают на заводе, это третья система. И они каждой системе обещают нечто, что они ей дадут, если она их выберет. Таким образом, они подкрепляются энергией систем, и эти системы их начинают как бы поднимать. То есть они дают им ресурс, эти системы. В бизнесе примерно точно так же. То есть вот эти системы, которые нас окружают, нам необходимо на них выходить. Чтобы бизнес масштабировался и обрел еще больший потенциал, еще больше возможностей, нам необходимо устанавливать контакт с разными системами. Потому как человек в виде бизнеса, то есть человек, который содержит свой бизнес, то есть некий владелец или два-три владельца, или состав соучредителей, неважно, когда они работают исключительно в рамках своей личной силы, тогда этот бизнес не будет сильно быстро расти. Но когда эти люди и этот бизнес устанавливают контакт с более сложными надсистемами, то он получает больший объем ресурса, и, соответственно, его проводимость становится выше. И тогда этот бизнес начинает круто масштабироваться. И этот масштаб в разы начинает расти. То есть объем ресурса, который мы можем получать из внешних надсистем, он гораздо выше, чем тот объем ресурсов, которым обладает сам человек. Один человек не обладает бесконечным ресурсом. Мы все равно ограничены в количестве своего внутреннего ресурса. И нам нужно дополучать ресурсы из внешнего плана, которые, собственно, мы благополучно можем брать из разных надсистем. Конечно, круто, если бизнес понимает, что, чтобы ему расти, ему нужно привлечь дхармические законы, то есть ему нужно привлечь божественный промысел, то есть свой бизнес привести к какой-то миссии. Что, например, вот как Альфа-банк делает там, один рубль от каждой транзакции он отправляет на спасение китов, например, там была такая какая-то акция. То есть что они делают? Они подключаются к надсистеме, которая направлена на то, чтобы исцелять природу, чтобы там помогать, и огромное количество энергии им в этот момент поступает, потому что это в некотором смысле благотворительность, плюс это подключение к надсистеме, плюс это дает огромный потенциал возможностей, ну и уже не считая каких-то юридических хороших моментов, как и пиар моментов и так далее. Это является, на мой взгляд, больше второстепенным элементом. Первостепенный – это энергетический посыл, который они в этом получают. Очень большой объем за счет этого вырастает у бизнесов, потому что бизнес – это как неживая структура, но которая требует огромное количество объема энергии. И чтобы бизнес рос, он должен иметь определенную проводимость. Потому что у человека, например, есть определенный объем энергии, который он может проводить. Условно говоря, называем это тысячи единиц, он может привести через себя в течение месяца. А бизнес, например, тот, который в каком-то виде имеется, например, может привести 10 тысяч единиц. А человек хочет, чтобы бизнес проводил 100 тысяч единиц через себя. Чтобы он проводил, объем этой структуры должен быть сильно выше. А для того, чтобы этот объем вырасти быстро, ему необходимо подключаться к более сильным структурам, то есть быть выгодным системам, по-другому скажем, быть выгодной в более высшей системе. Когда ты более выгоден в высшей системе, то эта система начинает давать тебе необходимый ресурс, и твой объем начинает увеличиваться, а как результат ты получаешь больший объем финансовых средств уже непосредственно для своих личных выгод. Следующим важным фактором в развитии и масштабировании бизнеса заключается в первую очередь в основателях, то есть в неком составе хедлайнеров, то есть те, кто главные в этой компании и еще топ-менеджеры. Здесь очень важно, какая у них психологическая проводимость финансовая в первую очередь. Есть, например, фирма зарабатывает, например, 5-10 миллионов в месяц, а компания хочет вырасти и зарабатывает в 100 миллионов в месяц. Здесь есть важный нюанс, что владельцы компании должны прорабатывать свою внутреннюю проводимость, то есть если они боятся, что при росте дохода в 10 раз это повлечет за собой массу проверок, сложностей и каких-то других процессов, они как бы блокируют объем этого роста. То есть рост тоже происходит за счет ключевых людей внутри компании. Почему очень важно прорабатывать психику всех этих людей, которые являются топами в компании, ну и в первую очередь владельцев компании. Важно прокачивать энергетический состав этих людей, потому что иначе их внутренняя проводимость не позволит компании вырасти. Либо топ-менеджеры, например, будут выплевываться из компании, потому что компания не сможет с ними взаимодействовать. Почему? Потому как у топ-менеджера может быть внутренний блок на большие деньги, а если как бы вроде компания выросла в 10 раз, вроде как и зарплата вырастет, а он не может проводить через себя зарплату. Таким образом он становится неугоден системе, непосредственно самой системе компании, и компания его как бы выплевывает. Но другой вопрос, что собственника выплюнуть она не может. И соответственно, если собственник боится перемен, боится развития, боится роста, то он бессознательно, а может и сознательно блокирует рост внутри компании. То есть недостаточно только подключиться к более верхней системе. Важно, чтобы собственник или собственники компании развивались, развивали свою внутреннюю проводимость, были готовы к рискам. Потому что чем выше доход, тем быстрее скорость. А чем быстрее скорость, тем опаснее ошибка. То есть это можно сравнить с машиной. Вот представьте, вы едете за рулем на 60 км в час. Ну вы вроде как едете, если вы так сделаете руль, ничего страшного не произойдет. Но если вы едете на скорости 300 км в час, и вы чуть-чуть вот так сделаете, то это будет ошибка для вас фатальной. То есть в этот момент просто ваша машина разобьется, и вы вместе с ней. И вот здесь именно вот этот момент, что скорость, она сильно влияет на наше состояние. Мы можем бояться, что мы можем не достигнуть результатов, или там могут возникнуть куча проблем и так далее. Здесь важно понимать, что уровень денег лечет за собой уровень ответственности, который она несет за собой. И этот момент очень часто становится большим страхом для многих компаний. И соответственно становится вот этим узким горлышком, через которое компания не может расти. Еще интересный момент, который блокируется в масштабировании бизнеса, это когда собственник боится, что если он не выдержит того натиска процессов, изменений, которые могут у него возникнуть, и того роста, ему необходимо будет привлечь какие-то инвестиции, возможно впустить новых партнеров. И таким образом его могут вытолкнуть из бизнеса. Этот страх, он тоже очень сильно блокирует рост внутри компании. Поэтому, как я уже говорил ранее, человеку нужно быть готовым к тому, что рост влечет за собой риски. И к этим рискам необходимо быть готовым. И главное здесь их правильно, хорошо анализировать. Конечно, есть такие моменты, как свежий взгляд. То есть вообще мы очень часто затуманены в своих действиях. И очень важно брать хорошего классного наставника, который знает, как вырасти в бизнесе, который понимает тонкости и помогает в этих тонкостях меняться быстро. И таким образом человек быстрее адаптируется к новым условиям, к новым изменениям внутри компании и с энергетической стороны, и с психологической стороны. И тем самым быстрее растет, быстрее получает необходимые ему результаты. Потому что, опять же, рост несет за собой большую перспективу, но и большие сложности, потому как, опять же, большая скорость – это большие риски. За рисками стоит успех, но это нужно понимать. Я часто встречал такие истории, когда люди начинали какой-то крупный проект, вот он у них просто пошел резко вверх, и они не выдерживали этого проекта. Потом этот проект просто отдавал, как бы выкупали, забирали и так далее. И люди этого очень часто боятся. И тем самым из-за того, что сейчас открытое поле информационное, сейчас мы очень много всего знаем, из-за этого у нас возникает огромное количество страхов, отчего бизнес не масштабируется и стоит на одном месте. Поэтому в масштабировании бизнеса очень важна личная сила, важно личное состояние, личное восприятие реальности, то есть быть уверенным в том, что я это сделаю, я это смогу, и мне это получится, и накапливать огромный объем внутренней информации. Потому что чем больше наш внутренний объем и внутренний объем непосредственно самой фирмы, а он зависит от многих факторов, будет зависеть то, насколько компания вырастет в объеме. У меня в работе с человеком была такая история, что вот мы сделали с ним огромный процесс, где он закрыл огромную сделку на миллиарды долларов, и теперь следующую сделку, такую же крупную, но уже там еще выше, он не может закрыть, потому что сейчас его объема недостаточно. То есть внутреннего объема нужно накопить, но на это требуется опять же время, потому что не все так быстро развивается. Масштабирование бизнеса это медленный, но плавный процесс, и вот здесь нужно увеличивать объем своего внутреннего багажа, в который можно вместить более большие деньги или инвестиции привлечь и так далее. Но этот объем в первую очередь идет как с энергетической точки зрения, так и с психологической. То есть у тебя с психологической точки зрения должна быть готовность к этому росту. И с энергетической точки зрения твой внутренний объем должен быть способен того, чтобы это принять. Почему внутренний объем владельца важен? Потому что компания генерирует деньги, и эти деньги потом поступают владельцу в виде дивидендов. Если эти дивиденды выше того, что может поместиться во владельца, тогда компания не может эти дивиденды ему выдать, а, соответственно, компания не может развиваться, здесь как раз тоже стоит узкая донышко. Поэтому здесь очень важно работать как лично владельцу над своим внутренним состоянием, своим энергетическим, психологическим состоянием, так и компании, то есть всем членам компании, потому что от этого зависит непосредственно ее рост. Что может быть такое, например, что сам владелец компании с очень широким мировоззрением, там все у него замечательно, но у него есть два бизнес-партнера, которые с очень ограниченным мышлением. Например, партнеры могут бояться лишней ответственности, сделать какие-то лишние шаги, то есть они ограничивают в данном случае вот этот вот объем поля, да, и таким образом один из владельцев недополучает большого ресурса. Почему я всегда говорю, что лучше в бизнес вести одному, потому что у тебя тогда больше объем возможностей, нежели как бы ты его ведешь с кем-то, там с двумя, с тремя или даже с советом директоров, которые там или вообще делаешь это в плане продажи акций. Но есть, опять же, мы либо подключаемся к внешним системам, как один из способов подключения к внешним системам для того, чтобы поддержать и увеличить внутренний объем. Также мы работаем со своей внутренней психикой, своей энергетикой для того, чтобы увеличивать данный объем и масштабироваться. И также членов команды, которые являются в топе, потому что их тоже очень важно прокачивать, потому что их зарплата и их денежный доход тоже напрямую зависят от всей вот этой игрогальной структуры. Конечно, в бизнесе важно понимать, что если ты соединяешься с сильными партнерами, например, партнерами по бизнесу, либо создаешь вместе бизнес, и эти оба партнера, например, эффективные, мощные, то, конечно, такой бизнес будет расти быстрее. Если же твой партнер слабый, то, вероятно, есть смысл поменять такого партнера, потому что, когда два сильных человека соединяются, они как две структуры усиливают друг друга. Это, конечно, эффективный момент, но здесь важно понимать, что все зависит от того, какого партнера вы выбрали, и партнера очень важно выбрать правильного, который с вами сопоставим по целям, по ценностям, по энергии, потому что таким образом вы будете достигать больших результатов. Если вы являетесь предпринимателем, хотите знать, какая у вас финансовая проводимость и что мешает вашему масштабированию, приходите на консультацию, обязательно с этим разберемся. А с вами был я, Роберт Аксузиан, увидимся с вами в следующем видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Роберт Аксузиан, бизнес-эзотерик и психолог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. С вами был я, Роберт Аксузиан.